В главном здании Казанского федерального университета состоялась встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафурова с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Кагогиным. Все подробности далее. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Российской Федерации Альфея Кагогина, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский, проректор по цифровой трансформации инновационной деятельности Дмитрий Пашин, директор Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чекрин, директор Набережно-Челнинского института Махмуд Ганиев и другие. На встрече обсуждались вопросы совместных проектов Казанского университета и ПАО КАМАЗ развития кадрово-интеллектуального потенциала. Сегодня, когда ресурсы инфраструктурные выделяются, конечно, в первую очередь будут те, у кого есть проекты. Потому что многие складатели, но нет проекта. Хотя никаких проблем не было, используя проекты повторного применения. Сегодня выпускники Набережно-Челнинского института Казанского университета составляют большинство вновь поступающих на предприятия специалистов. ПАО КАМАЗ регулярно заключает ученические договоры о целевом обучении по программе «Элитные инженерные кадры» со студентами Набережно-Челнинского института Казанского университета. Также говорили о постройке двух общежитий и одного учебного заведения в Набережных Челнах. По учебному корпусу пока у нас более-менее площадь по стандартам соответствует. Вот сейчас мы проходим аккредитацию. На встрече директора Института вычислительной математики и информационных технологий, директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чекрин рассказал об опережающей профессиональной и проектной подготовке «Школьников и студентов» в формате молодежных конструкторских бюро на базе Центра цифровых трансформаций Института физики и Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета. Первое, о чем хотелось бы заговорить, это так называемое статистическое конструкторское бюро, об этом уже было сказано. То есть, дело в том, что сейчас университетом начало развиваться не только кружковое движение, но и непосредственно движение проектное, когда студенты начинают с младших курсов, и не только студенты, но и школьники, о чем я затем дополнительно скажу, потому что это очень важный ресурс, и особенно важна профессиональная и препрофессиональная подготовка. Также речь шла и о проектных решениях индустрии 4.0. На примере экс-машина, виртуального конвейера, производства различных типов с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. Были также презентованы проект полигона полунатурных испытаний транспортных средств по концепции ВИА-ХИЛ, Близнецы. Были названы перспективные проекты, научные обоснования требований к транспортным технологиям будущего и разработка формирования цифрового довойника на базе автомобилей КАМАЗ. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фариза Хитаглы, Универньюз.